Сейчас у нас наш уже регулярный гость, общались с ним буквально два дня назад, господин Франек Вечерко. Франек, витаю вас. Доброго дня. Приветствую вас. Франек является членом штаба Светланы Тихановской, оппозиционер со стажем и оппозиционер, увы, уже которое время в изгнании. Франек, вот ваше первое впечатление о масштабе тех протестов, которые идут сейчас в России, протестов против войны с Украиной. Ну, сегодня нужно посмотреть, как все будет проходить. Ждем большого митинга, ждем реакции. Надеюсь, что люди выйдут, но мы видим, как относятся уже в Казахстане. И я, например, не имею иллюзии, почти уверен, что будут разгоны. Для белорусов тоже это очень важно, потому что белорусы будут следить за событиями сегодня, и от этого будет зависеть, в том числе готовность выходить наших людей на улицы или начинать забастовку. Сейчас пока что это трудно. В стране российские войска, есть огромное чувство страху, ну и плюс огромная часть белорусов просто не понимает, что идет война. И они изолированы медийно, главные порталы позакрываны, а Лукашенко всячески через госканалы показывает, что нет никакой войны, нет кризиса и катается с собакой на лыжах, как вчера все лукашевские медиа сообщали. Что? А, повторить? Да, извините, это небольшие неполадки. Вы слышите меня, Франек? Да. Франек? Я вас... Извините, смотрите, вот эти факторы мы обозначили, да, запугивание, конечно же, репрессивный аппарат и блокада информационная, тем не менее, мы же говорили с вами два дня назад, есть вот факты рельсовой войны, то есть диверсантов белорусских, проукраинских, антипутических диверсантов, которые всячески саботируют переправку войск на границу железными путями и так далее, в духе известной из истории белорусской партизанщины, то есть все-таки как-то у населения есть информация о том, что на самом деле происходит в Украине? Ну, конечно, есть население. Те, которые политически активны, которые ангажированы в какую-то деятельность, волонтерство, политические структуры, конечно, они следят, участвуют. Студенты массово присоединяются к движению Киберпартизан, и которые проводят, собственно, все эти уникальные операции. Есть Байпол, это структура из бывших силовиков, бывшие следователи, которые находятся в Варшаве, но у них есть своя сеть по всей Беларуси, и они готовят такой мобилизационный план, где высылают люди предписания, что им делать, когда и куда выйти, и это такое создает движение сопротивления на местах. Есть система для анонимной коммуникации, она работает тоже по всей стране, распространение информации через самиздат, ну и, конечно, соцсети пока что не заблокированы. И Инстаграм, и Ютуб, и Фейсбук, и даже ТикТок, они помогают людям немножко сориентироваться, но люди в целом очень боятся политики. Вы знаете, когда много лет живешь под диктатурой, я думаю, что белорусы и россияне это отлично чувствуют, очень все сделано для того, чтобы ты был позаполитикой. И вот в 20-м году нам удалось как-то людей поднять, расшевелить, они вышли на улицу, а сейчас снова попрятались в свои квартиры, в свои такие коконы, и нужно снова их оттуда доставать. Мы с моим коллегой Тарасом Березовцом в незапамятные времена, буквально за несколько дней до путинского вторжения, были на Мюнхенской конференции по безопасности, где на украинском ланче выступала Светлана Тихановская. И вот мне хотелось бы понять, какая доля сейчас деятельности Светланы Тихановской направлена на западный вектор, на мобилизацию западной поддержки вообще в демократии и в Беларуси, и в Украине. Вот какую долю она сейчас посвящает Украине? Можете поделиться вот некоторыми тезами, ее программой по украинскому направлению, когда она общается с западными политическими лидерами? Ну, сегодня Светлана Тихановская – это альтернатива Лукашенковской Беларуси, ее признает большинство беларусов за победительницу на выборах, ее считают президентом, к ней обращаются как президенты и белорусы, и иностранцы. Несмотря на то, что выборы были сфальсифицированы, но все понимают, что она на этих выборах победила. И сейчас вот главное направление, все, что было до 24 февраля, оно все переменилось. Мы проснулись в новой реальности, и практически каждый день, 24 февраля, мы все занимаемся Украиной. И Светлана Тихановская, и общественные организации, и медиа-инициативы – все переключились на помощь Украины. Те, кто собирали деньги, например, на помощь политзаключенным, репрессированным в Беларуси, или для медиа, они сейчас собирают на бронежилеты, каски, тактические аптечки, чтобы защитить украинских солдат, потому что понимают, что украинцы борются тоже за Беларусь. Те, кто, например, работали с медиа по Беларуси, они сейчас принимают на работу украинских журналистов, открывают украинские версии своих страниц. Наш медиа-ресурс «Нехта», который помогал в координации протеста в 2020 году, полностью переключился на украинскую публику и украинскую тематику. И мы видим, что многие люди и в Украине, и в мире узнают о событиях Украины через его. То есть белорусы все сейчас вместе с Украиной борются, потому что это война не только Украины за свободу, это война и белорусская за свободу. Если Украина, ну я в это не верю, если Украина не победит, то Беларусь точно не победит. Но если Украина победит, то гарантия свободы и демократии в Беларусь тоже придет. Мы просто сейчас связаны абсолютно точно, и нам просто нельзя проиграть. Франок, вы сказали по поводу того, что Светлана Тихановская является легитимным, легитимно избранным президентом Беларуси. И вот мне сейчас пришла на ум такая инициатива, идея от нашего бывшего премьер-министра в Украине, Алексея Гончарука, вы, наверное, знакомы с ней, о том, что если Тихановская действительно является, и вы ее считаете таковой, и в мире многие ее считают легитимно избранным президентом Беларуси, она может подписать некий пакт с господином Зеленским, украинским президентом, и вместе объявить войну России. Насколько вообще это реально? Да, и мы, во-первых, Тихановская уже выдала декларацию о поддержке украинского народа с словами солидарности, но также с гарантиями того, что белорусский народ будет помогать украинскому в этой борьбе. Эта декларация появилась неделю назад, пару дней после начала войны. И, конечно, на такой пакт, на такие союзы мы готовы в любой момент. Но я понимаю, что украинского правительства сейчас стоят другие задачи, боевые задачи, дипломатии. На дипломатию такой времени нету, но когда найдется, когда будет, момент, конечно, такое сделать стоит. Но здесь как бы мяч на стороне украинских лидеров. Мы не хотим внимания их оттягивать, мы делаем свою работу, все, что можем, чтобы их поддержать. Пакт, декларация нужны, но намного более важны это конкретное действие. Будет момент, конечно, и подпишем, и поддержим, и вступим в альянс, но сейчас главное действие. Франц, скажите, пожалуйста, вот вы знаете, наверное, уже о том, что в Украине присутствуют сейчас воины так называемого иностранного легиона. По некоторым оценкам их количество превысило уже 16 тысяч человек. Для меня сегодня это было вообще шоком, на самом деле, я даже не подозревал, насколько все быстро меняется, насколько быстро развивается ситуация. Если мы уже говорим о 16 тысяч воюющих на стороне Украины из 16 стран. Это согласно официальным украинским источникам. Есть ли какая вообще информация о том, что белорусы в том числе входят в это число? Белорусы воюют с самого первого дня. Белорусы уже имеют свои жертвы. В боях под Бучей умер наш легендарный солдат по позовным Литвин. И некоторые ранены, воюют именно в фронтовых линиях, там и в горячих боях. Минимум 200 человек, еще 300 человек находятся на тренировочных позициях. Ну и, конечно, тысячи людей, волонтеров, добровольцев, они прибывают. Многие обращаются в консуляты и посольства Украины в других странах. Но занимает какое-то время, чтобы они перебрались в Украину и там проходили необходимые подготовительные операции. Но мы готовим сейчас создание белорусского национального корпуса, военного корпуса, которое объединит и всех добровольцев, и которое поможет всем белорусам, которые хотят воевать и за Беларусь, и за Украину, держаться вместе. Мы на связи с Украиной, с украинским правительством, чтобы это стало реальностью. Мы хотим показать, что Беларусь в этой войне, она на стороне добра. Сафрадок, знаете, обе стороны пытаются взять вверх в пиар-войне за сердца и ума мира, выдать свою картинку происходящего. Понятно, что с той стороны будут манипуляции. Я верю, что со стороны России там не манипуляция, а полная ложа. Я уже все-таки более склонен верить украинским источникам, но также понимаю, что иногда нужно отнимать, нужно делить. Потому что, когда мы открываем тот же «Нью-Йорк Таймс», там картинка немножечко более для нас удручающая. Я вот прямо, когда мы говорим про состояние боев на фронтах по поводу и осады Киева и так далее. Вот вы с вашей колокольни, вы за этим наблюдаете, я уверен, денно и ночно. Вот какое у вас сейчас ощущение, каковы силы той или иной стороны, каковы дальнейшие перспективы? Есть ли вообще перспективы у России взять Киев, если уже так говорить, потому что об этом уже пишут в прессе в западной, рассматривают вопрос эвакуации всего правительства с тем, чтобы оно потом, подобно вашему правительству, уже в формате изгнания оттуда работало. Вот ваша оценка происходящего. Независимо от того, как будут развиваться события сейчас, Украина уже победила. Российский и лукашенковский режим уже проиграли. Да, они могут тактически захватить дороги, территорию, даже удержать какое-то время города, но народ же не поломаешься, все равно люди будут бунтовать, протестовать и не дадут там продержаться. Весь мир объединился против режима Путина и Лукашенко, поэтому победить у них не получится. Даже если это краткосрочный, будет какой-то перевес, то это быстро все кончится. Санкции начнут чувствоваться уже на следующей неделе, когда отключат SWIFT, когда-то вступит в силу и просто для многих россиян станет шоком, как это так, больше шубки не купим и не пообедаем в ресторанчиках, а счета просто окажутся недоступными для них, и в том числе переводы. Я думаю, что это все придет осмысление, цена войны для Лукашенко и для Путина возрастет абсолютно катастрофически, и тогда им просто надо будет делать какие-то шаги или к отступлению, или они будут же свергнуты своими же. В любом случае, я смотрю позитивно, оптимистически. И главное сейчас это уменьшить количество жертв, не допустить, чтобы страдали и умирали люди, потому что эти ужасные кадры бомбардировок мирных городов, больниц, школ, они просто убивают. Но я уверю, что Украина, уже показавши свою смелость, она уже на дороге к победе, и наша задача просто всем нам делать все, чтобы ей помочь. Скажите, вот все-таки вы сказали по поводу того, что весь мир объединился против Лукашенко и России. Ну, вы знаете, Лукашенко это, конечно, животное политическое, ну, равным, я его не превозношу, но это действительно солидный политик. Сколько лет удержится у власти в статусе изгоя, причем из него так частично выходил, подобно Муамару Каддафе, вы помните, да, перед его смертью, и, в принципе, тоже был такой период потепления отношений Джамахирии с остальным миром. И Каддафи как-то умело маневрировал, и, помните, Лукашенко, вот как я начал заниматься в Беларуси в 2000 году еще, в правозащитной организации в Нью-Йорке, и вот это тоже был очень такой тяжелый для Лукашенко период на Западе, когда против него был объявлен Демарш, он выгонял послов, если вы помните, еще из Минска, тогда было дело пропавших без вести Завадский, Красовский, все, и жены начинали эту поднимать компанию, требовать, где они, где наши мужья, я этим занимался еще тогда, после этого было определено потепление и так далее, и вот сейчас Лукашенко смотрит на вот этот астракизм, которому подвергнута его страна, но и тот факт, что все-таки не пустили воевать военных белорусских, ну, наивно ли полагать, вот, что Лукашенко может вести какие-то сепаратные переговоры с Западом, или его взяли настолько крепко за определенный орган, что ему не дают никакого поля для маневрирования, потому что я уверен, что ему, ну, не нравится то, что происходит, собственно, я, ну, почему-то мне так кажется. Да, ну, за определенный орган взяли его с другой стороны, взял его Путин, держит, и маневрировать у него уже никогда не получится, но, больше того, Лукашенко всячески продемонстрировал свою несамостоятельность, он продемонстрировал, что он вассал, он просто врет, он не исполняет никаких обязанностей и откровенно плюет на любые договоренности, ну, и в том числе на свой народ. Он выбрал договариваться Путину и сдавать ему суверенитет, вместо того, чтобы разговаривать со своим народом. Беларусы это тоже не простят. На Западе мир это тоже видит. Он стал, на самом деле, изгоем, он тянет в эту пропасть тоже белорусский народ, и тут от нас многое зависит, чтобы мы вместе с Лукашенко в эту пропасть не провалились. Если вдруг появляется сейчас новый железный занавес, он уже выстраивается активно Путином и Лукашенко, главное, чтобы Беларусь, для нас важно, чтобы Беларусь туда не попала, потому что мы, я считаю, что белорусский народ не должен отвечать за лукашенковский и путинский режим, и Лукашенко тонет и пробует потопить с собой всех соотечественников. Я запускаю, Фрадок. Что делать украинцам сейчас в нынешней ситуации? Есть реально... Я вчера общался с Гариком Каспаровым, и он на этот вопрос не взялся, не осмелился отвечать. Но вот есть реальная угроза того, что у Путина реально уже ничего святого не осталось, возможно, и не было. И он готов превратить Киев в Алеппу или в Грозный. И если Украина поставлена перед таким выбором, что делать? Идти до конца даже ценой серьезных разрушений Киева? Вот просто... Сможете ли вы со своей колокольни ответить, как бы вы хотели видеть дальнейшее развитие? Что должны делать украинцы? Ну, для Путина это же последняя война. Ему нужно остаться в истории с какой-нибудь приставкой. Великий, грозный, ужасный. Ему важно не просто быть Путиным, который бесславно пришел и бесславно ушел. Ему нужно какое-то историческое значение. Он его создает этими бомбежками, убитыми людьми. Человек, который абсолютно не ценит ни государство свое, ни своих людей, ни чужих людей. Он наказывает Украину за то, что она была непослушная. Это такие фантомные боли на протяжении десятилетий в его голове. Сейчас эти боли выходят наружу и убивают людей пушками. Готов ли он там уничтожать и так дальше? Но мы видим, что он ни перед чем не остановится. Мы видим, что пока его не остановят, он будет продолжать делать и поднимать ставки. Он видит, что Запад хоть и сильно помогает Украине и объединен, но все равно немного осторожничает, боится. Он поднимает ставки, может быть блефует, а Запад говорит, ну тогда может быть мы не будем закрывать небо, мы не будем входить в войну, может и самолеты не будем передавать. И Путин это воспринимает как слабость и как сигнал, что может быть стоит еще больше поднять ставки. Если Запад уже на этом трухнул, то я еще больше пойду ва-банк. И вот в этом огромная проблема, что Запад должен понять, что в этой борьбе нужно уметь отвечать. Иначе просто это воспринимается как слабость и создает чувство безнаказанности для диктатора. Франк, спасибо большое, что были сегодня с нами за нашу и вашу свободу. Спасибо вам за вашу позицию, за вашу помощь.